Классические двуствольные ружья советского производства, горизонталки и бакфлинты, могут по праву считаться предметом гордости своих обладателей, какому бы из стрелковых направлений они не принадлежали. Как и во многих других странах, оружие в России часто передаётся по наследству. Хорошо сохранившиеся образцы охотничьих советских двустволок с годами становятся только дороже, из рядовых ружей превращаясь в предметы коллекции и семейные реликвии. В статье расскажем о популярных моделях охотничьего оружия, появившихся в Советском Союзе и дошедших до наших дней. Современным трендом в сфере коллекционирования является приобретение винтажных моделей оружия, замена деревянных частей, если понадобится реставрация металлических и последующее использование по прямому назначению. Ружья советского производства, благодаря сочетанию конструкторских решений и заложенному запасу прочности, способны полноценно функционировать спустя десятки лет с момента изготовления без каких-либо нареканий. Однако во всем многообразии моделей, появившихся в советский период, можно выделить пять наиболее известных, удачных и популярных. Пятое место ИШ-54. Послевоенный период восстановления экономики СССР требовал разработки охотничьего оружия для промысловых и любительских охот. Проект двуствольного оружия с горизонтальным блоком стволов, разработанный легендарным ижевским оружейником Климовым, стал важной вехой на этом пути. Ружье представляло собой классическую горизонталку со стволом длиной 730 или 750 мм. Это была первая модель советского охотничьего оружия, в конструкции которой были применены витые цилиндрические боевые пружины. Бойки, отделённые от курков, располагались в бронтрубках. Ружье ИШ-54 оснащались автоматическим предохранителем, приходившим в активное состояние одновременно с постановкой пружин на боевой взвод во время опускания вниз ствольного блока. Стволы изготавливались методом сверления, а с 1961 года — горячей ковкой. По всей площади соединения ствольный блок пропаивался латунью. Дульные сужения были представлены получоком в правом стволе, полным чоком в левом. Ружья производились в калибрах 12 на 70, ограниченными партиями 16 на 70 и 20 на 70. Запирание осуществлялось в трёх точках. Нижнее с помощью двух крюков, передний из которых опирался на шарнир колодки, а задний фиксировался под пружиненной планкой перди. Верхнее запирание выполнялось посредством болта Гринера. Финальная подгонка ствольного блока колодки производилась вручную. Тираж этих ружей составил чуть менее полумиллиона экземпляров. Четвёртое место ТОС-БМ. Консервативная тульская курковка это ружьё пользовалось и продолжает пользоваться самой широкой популярностью среди поклонников классических ходовых охот. В этих ружьях есть все черты, способные навеять самые яркие воспоминания юности, напомнить о героях романов Ситона Тампсона, Марка Твена, заставить прочувствовать то, что ощущали Тургенев, Бианки и Пришвин во время написания своих рассказов. ТОС-БМ представляет собой ружьё с замками, расположенными на подкладных досках. Характерные формы курки с тугим взводом, длинные стволы от 700 до 750 мм и тонкое цевье с прикладом классической формы вкупе наделяют ружьё неповторимой харизмой. Отличительной чертой линейки этих курковок является их производство только в калибрах 16х70 и 20х70. Ружья этой модели оснащались блоком стволов, собранным с помощью серебряного припоя, что обеспечивало высочайшее качество паечного шва. В разные периоды ствольные сужения представляли собой сочетание цилиндра правый ствол с полным чоком левый, а также получока и чека. Обработка заготовок ствола осуществлялась методом холодной ковки. Запирание было аналогичным ружьем ИШ-54, то и есть сочетанием двух крюков и болта Гринера. Третье место ИШ-43. Эта линейка ружей является сочетанием классического дизайна и эффективных конструкторских решений. Авторство проекта принадлежит Калинину. Для моделей ИШ-43 характерен элегантный внешний вид, свойственный всем без исключения советским горизонталкам, в сочетании с низкой стоимостью, конструктивной простотой, существенным рабочим ресурсом и высочайшей степенью надежности всех механизмов. УСМ полностью скрыт в колодке. Курки оснащены механизмом отбоя и разобщены с бойками. Боевые пружины цилиндрические, витые, выполнены из хромомолебденовой стали. Запирание осуществляется в нижней точке с помощью двух крюков. Предохранитель автоматический, блокирует спусковые крючки и шептала. Ствольные блоки, холоднокованные, собраны посредством запрессовки в казенную муфту с последующей пропайкой серебром. Номенклатура применяемых калибров огромна от 12 до 410. Серийное производство начато в 1986 году и продолжается до сих пор. В том же 1986 году модель удостоилась золотой медали на Лейпцигской выставке, где была впервые представлена охотникам из Европы и США. В настоящее время ружья линейки ИШ-43 являются наиболее распространенными в России горизонталками. Второе место ТОС-34. Ружья этой модели составляют линейку оригинальных бакфлинтов, созданную в Туле Коровяковом. Они всегда представляли собой предмет особого интереса для большинства советских и российских охотников благодаря удобству вкладки и прицеливания, небольшому весу и точности боя. Таких показателей автору проекта удалось достичь благодаря низкому силуэту ружья, запирание которого осуществлялось кольцевыми шарнирами в сочетании с крюком и планкой перди. Шарниры, расположенные в передней части ствольного блока, представляли собой рельсы, выполненные в форме сегмента круга. Они скользили по направляющим, являвшимся частью коробки. Эта мера позволила снизить высоту силуэта, парусность блока стволов и, соответственно, общий вес оружия. Ствольные блоки поставлялись в номенклатуре длин от 660 до 711 мм. Спектр калибров также был довольно обширен от 12 до 32. При сборке стволов использовался метод горячей запрессовки в казенную муфту с последующей пропайкой. Дульные сужения стандартные получок и чок. Яркой чертой линейки ТОС-34 являлось наличие в ней ружей, штуцеров. Существовали модификации, сочетавшие гладкий верхний ствол с нарезанным нижним, поставляемым в калибрах 5,6 на 39 мм или 9 на 53 мм. Ствольные блоки таких образцов собирались с помощью двух муфт казенной и дульной. Пространство между стволами было открытым. Первое место ИЖ-27. Этот проект ижевского оружейника-конструктора Климова задумывался как универсальная линейка оружия, одинаково эффективного во всех сферах применения от различных охот до профессионального спорта. Ружья этой марки поступили в серийное производство в 1973 году и производятся до сих пор. Ствольные блоки изготовлены методом холодной ковки. Сборка выполнена с помощью горячей запрессовки с пропаиванием. Длина стволов, в зависимости от модели, колеблется в диапазоне от 610 до 760 мм. Наиболее распространены классические модели со стволами длиной 725 мм. Спектр применяемых калибров достаточно обширен 12х76, 16х70, 20х70 и 410-й. Ружья ИЖ-27 оснащаются автоматическим предохранителем, ствольные блоки запираются в нижней точке с помощью двух крюков. В зависимости от модели, УСМ могут быть двух- или односпусковым. В модификациях с одним спусковым крючком существует механизм изменения последовательности выстрелов. Механизмы спуска предусматривают наличие интерсепторов-перехватывателей курков, страхующих от непроизвольного выстрела при падении ружья. Линейка ИЖ-27 единственная из всего ассортимента советских ружей включала в себя модификацию, разработанную специально для юношества, и женщин-стрелков с худощавой комплекцией под названием ИЖ-27М-Юниор. За всю историю производства этого оружия с 1973 года по настоящее время было выпущено свыше полутора миллиона экземпляров. Достоинства советских двуствольных ружей можно перечислять очень долго. Каждая из данных моделей в ходе использования на протяжении десятилетий по праву может считаться народным оружием. Что касается сочетания стоимости, рабочего ресурса и качества стрельбы, то по соотношению этих параметров они вполне способны конкурировать с современными аналогами. Субтитры создавал DimaTorzok